С понедельника во всех пунктах вакцинации врачи наблюдают наплыв посетителей. Образуются очереди, как, например, здесь, в мобильной точке, рядом с торговым центром галерея 9-18. Чтобы не терять время в очереди, воспользуйтесь советом врача. На сегодняшний день практически во все пункты вакцинации можно записаться предварительно через порталы МОСРЭК, через порталы Госуслуг, через колл-центр губернатора и колл-центр Виденовской районной клинической больницы. Предварительная запись позволит прийти в назначенное время и пройти вакцинацию по электронной очереди. Тогда стоять в очереди вам не придется, примут в назначенное время. Несмотря на ажиотаж, врачи отмечают, что недостатка в вакцине нет. С понедельника по сегодняшний день в среднем на каждом пункте вакцинации прививается от 100 до 150 человек. На базе взрослой поликлиники прививается 300 человек ежедневно. Конечно, объемы увеличились в 10 раз с предыдущей недели. На сегодняшний день вакцины в Ленинском городском округе в достаточном количестве. Тимур Асанов также рассказал, что каждый из тех, кто прошел первый этап вакцинации, может оставить комментарий о своем состоянии на портале Госуслуг. После прохождения первого этапа вакцинации данные выгружаются в федеральный регистр вакцинированных и далее информация подгружается на портал Госуслуг. При подтвержденной, это очень важно, при подтвержденной учетной записи на Госуслугах после первого дня вакцинации на портал будет направлен дневник наблюдения, где каждый провакцинированный ведет контроль и мониторирует свое состояние и отмечает это в дневнике наблюдения. Объяснил врач ситуацию с получением QR-кода, который дает возможность посещать места массового скопления людей. По объективным причинам этот процесс идет с небольшой задержкой. После второго этапа вакцинации на Госуслуги приходит электронный сертификат, зашифрованный QR-код со всей информацией о вакцине. Но еще раз повторюсь, что необходимо обязательно подтвержденная учетная запись, чтобы данные были загружены на портал Госуслуг. Но и также хочется отметить, что в связи с резким увеличением нагрузки на портал сейчас отмечается загрузка в течение 7 дней, только данные подгружаются на Госуслуги. В связи с повышением нагрузки на врачей ощущается нехватка кадров. Тимур Асанов обратился к жителям муниципалитета с призывом о помощи. Нам сейчас нужна любая помощь, в том числе нам нужна помощь волонтеров, помощь в формировании электронных карт, помощь в распределении потоков, помощь в оформлении документации тех, кто вакцинируется. И, конечно, было бы хорошо, если жители Ленинского городского округа, волонтеры Ленинского городского округа откликнутся и помогут в Видновской районной клинической больнице. Если у вас есть желание помочь врачам, вы можете обратиться в любое структурное подразделение в Видновской районной клинической больнице или на пункты вакцинации в торговых точках или учреждениях муниципалитета. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.